Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. В село направят противовирусные препараты. Такое поручение дал глава региона Юрий Бездудный, дабы исключить возможные вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в заполярной глубинке. В Заполярье побывала медиа-экспедиция проекта «Северное ожерелье России». Команда из Санкт-Петербурга посетила самые популярные места региона и познакомилась с ненецким колоритом. Козье молоко и сыр в массы. Семья Никитиных воплощение силы духа и идиллии с природой в лице сельских работяг продолжают модернизировать свое хозяйство. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с информации об эпид-австановке в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора и Департаменте здравоохранения труда и социальной защиты населения НАО. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1720 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровел с начала пандемии 1641 человек. В регионе зарегистрированы 23 летальных исхода от коронавируса. На лечении с диагнозом COVID-19 находится 278 человек. Из них стационарное лечение получают 64 человека, амбулаторное – 214. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 907 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В село направят противовирусные препараты. Такое поручение дал глава региона Юрий Бездудный, дабы исключить возможные вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в заполярной глубинке. Далее все подробности. Первый вопрос в повестке оперативного штаба – эпидобстановка в Ненецком округе. Слово берет руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Наталья Кирхар сообщила об изменениях в структуре распространения COVID-19. Если раньше заражение коронавирусом происходило внутри города, то сейчас все чаще заболевшие прибывают из других регионов. У нас распространение по городу есть, но оно вот уменьшается. Уменьшается медленно, но я думаю, что верно. Но при этом мы по-прежнему перерастаем количеством больных, которые прилетают с других регионов. Ну да, Юрий Васильевич, потому что в некоторые дни у нас приезжих до 50% от суточной цифры. Были такие дни. Руководитель департамента здравоохранения Елена Левина в свою очередь сообщила, что в Ненецком округе сохраняется самый высокий по стране процент пациентов с COVID-19, которые находятся в средне-тяжелом и тяжелом состоянии. У нас отмечается за истекшие две недели прирост общей смертности. У нас выросла смертность от новой коронавирусной инфекции. И есть неблагоприятная тенденция по смертности от среднесосудистых заболеваний и от новообразований. То есть у нас прирост идет по всем показателям в сравнении с 2020 годом, так и с 2019. Елена Сипановна, вопрос. Вот вы сказали о летальных случаях. Скажите, пожалуйста, это возрастные люди, они запущенные заболевания, поздно обратились. Почему все-таки мы теряем людей или в силу каких-то сопутствующих заболеваний? Те пациенты, которые у нас погибли за истекший период, это все пациенты старшего возрастного группы. У каждого из этих пациентов есть сопутствующий букет коморбидных состояний, которые откладывают негативный отпечаток на все течение заболеваний. То есть вирус, как некий триггер, запустил и все болячки, которые накопились у этих людей? Да, проблема в том, что с вирусной инфекцией мы научились справляться. Мы сейчас не можем управлять теми процессами, которые запускаются по хроническим заболеваниям. То есть хронические пациенты перестают реагировать на стандартные схемы лечения. Глава региона дал поручение при необходимости задействовать современные технологии для проведения консилиумов с медиками из столичных центров. Елена Степановна, у нас всегда есть возможность обратиться за консультацией в медицинские центры, которые, может быть, чуть раньше столкнулись с коронавирусом или имеют больший опыт. Поэтому, если необходимо, включайте все необходимые инструменты телемедицины, проводите консилиумы. Но за каждого пациента мы, врачи, все должны биться. За каждого пациента. Какой бы он тяжелый ни был. В реанимации, под кислородом, под ИВЛ. Также Юрий Бездудный отметил, что одна из главных на сегодня задач исключить возможные вспышки заболеваний коронавирусной инфекцией в отдаленных населенных пунктах Заполярья. Пример глава региона привел островной поселок Бугрино. Там в последнее время увеличилось количество заболевших ОРВИ и ОРЗ. В Бугрино болеют люди, ПЦР-тесты не брали. Елена Степановна, если необходима и есть вся симптоматика понятного заболевания, быстро, оперативно взять ПЦР-тесты для того, чтобы подтвердиться, что это не коронавирус. Хотя, может быть, к сегодняшнему дню уже все, кто там болели, а это было ОРЗ, то выздоровели. Но мы должны исключить это. Кроме того, был вопрос по противовирусным. Елена Степановна, доставить Бугрино, оперативно доставить Бугрино все необходимые противовирусные препараты для того, чтобы жители могли лечиться. Но нет у них возможности взять нигде эти препараты, кроме как мы им пошлем. Прошу до конца дня доложить о том, что все препараты отправлены в Бугрино. И дать поручение фельдшеру особенно внимательно отсмотреть жителей, которые дают симптоматику хотя бы похожую, если на коронавирус. Глава региона поручил организовать поставку противовирусных препаратов в сельские населенные пункты. Медикаменты будут отправляться на рейсовых вылетах по местным воздушным линиям. Алина Ваучейская, Алексей Орлов, Владислав Носкин, Телеканал Север. Ненецкий округ совсем небольшой, а вот количество детских садов растет с каждым годом. Несмотря на то, что в регионе проживает порядка 40 тысяч человек, желающих пристроить своего малыша под опеку воспитателей, все еще много. Сейчас идет строительство ясли сада прямо в центре Наринмара. О том, на каком этапе находятся работы, расскажем в следующем сюжете. Строительство ясли сада номер два волнует многих наринмарцев. Контракт на его возведение был заключен в июне 2020 года. По срокам подрядчик должен был подготовить проектную документацию и получить положительное заключение экспертизы к ноябрю 2020-го. Но сделать это получилось лишь к июлю 2021-го. Были большие риски того, что объект может быть не введен в срок. Но подрядчик приступил за счет собственных и привлеченных средств к возведению работ в период получения достоверности и смертной стоимости, то есть получил положительное заключение строил по проекту. На сегодняшний день фактическая стоимость контракта 279 миллионов составляет. Именно поэтому за ходом строительства объекта ведется усиленный контроль. Три-четыре раза в неделю на территории будущего сада находятся представители заказчика, которые просматривают, на каком этапе находятся работы. Напомню, что на строительство ясли сада выделено 62 миллиона из федерального бюджета и 216 миллионов из окружного. Мы тоже вместе с департаментом строительства еженедельно по субботам делаем объезд, контролируем качество и ход строительства. К концу августа подрядчик «Строюниверсал» планирует полностью завершить кладку и перекрытие, а уже в сентябре начать и закончить кровельные работы. Благоустройство территории также планируется на первый месяц осени. На строительстве объекта задействовано более 30 человек, людей и техники хватает, а оставшиеся материалы завезут до конца навигации. По срокам, как сказал заказчик, до конца августа нам будет понятно, как мы дальше успеваем, не успеваем. То есть в конце месяца нам уже в принципе будет понятно, успеем мы в этот срок или нет. Но в целом мы настроены позитивно и планируем исполнить этот срок. Объекты, которые реализуются в рамках национальных проектов, находятся под особым надзором прокуратуры. Яслисад номер два как раз-таки один из них. Его строят в рамках реализации национального проекта «Демография». Чтобы не допустить хищения и несливого использования бюджетных средств, прокуратура Ненецкого округа выехала на объект и оценила ход строительства. Были трудности начала строительства, были проблемы у подрядной организации с проектом. В этой связи прокуратурой, руководителю подрядной организации, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Ход строительства этого объекта находится на особом контроле прокуратуры округа. Планируется, что в Яслисад смогут пойти 60 детей. Срок сдачи – 30 ноября 2021 года. Стоит отметить, что этот же подрядчик занимался строительством детского сада в Неси и сейчас также возводит детский сад в Нельменом Носе. В Заполярье побывала медиа-экспедиция проекта «Северное ожерелье России». Команда из Санкт-Петербурга посетила самые популярные места региона и познакомилась с Ненецким колоритом. Как прошла поездка и с какой целью приехали петербургские журналисты, расскажет Василий Хатанзейский. За два дня участники экспедиции успели посетить исчезнувший город Пустозерск. На всем протяжении тропы к первому русскому городу за Полярным кругом исследователи испытали достаточно смешанное чувство от восхищения до грусти. Вы знаете, там меняется несколько ощущений по ходу движения. То есть сначала там даже один лес идёт, кругом грибы, ягоды растут. Как-то сначала на это внимание обращаешь. Потом начинаешь задумываться, что здесь вот когда-то давно город стоял. И уже атмосфера как-то меняется. Начинаешь задумываться, что люди здесь когда-то жили, а сейчас города по сути нет. Также петербургские журналисты одни из первых прошли по новому маршруту босиком по тундре. На протяжении пяти километров участники экспедиции передвигались босиком по ягелю. Наслаждались видами и восхищались местной растительностью. Ну вот нам повезло с погодой, поэтому мы и тундру видели совершенно другую. Ни пасмурную, ни угрюмую, ни какую-то суровую. Но нам очень понравился маршрут босиком по тундре. И мы действительно босиком прошли по ягелю, по мхам. И на самом деле это есть чем похвастать своим друзьям и знакомым, потому что мало кто ещё прошёл таким маршрутом. Сегодня полярная широта для жителей центральной полосы России – это что-то неизведанное и замёрзшее. Именно такой путеводитель сможет открыть туристу глаза. Большое удивление для гостей вызвали обыденные для местного жителя карликовые берёзы, ягоды, грибы и тундровые просторы. Потрясающие виды открываются с возвышенности, когда ты поднимаешься. И вот это чередование мхов, деревьев, кустарников создаёт совершенно потрясающую картину, опять же повторюсь, которую в наших лесах, наших природных ландшафтов невозможно увидеть. Помимо природы большой интерес у участников экспедиции вызвала и национальная кухня, которая поразила их своими изысками. Главное преимущество местной кулинарии – исследователи отметили, что блюда готовятся из натуральных ингредиентов. В целом, поездка за полярный круг отложилась в памяти яркими эмоциями. Вообще, конечно, поездка к вам – это такое событие в жизни. И я думаю, что нам ещё удастся повторить этот маршрут. Под инициативой петербургского дневника журналисты объехав 11 регионов России, которые входят в состав Северо-Западного федерального округа, расскажут о туристической привлекательности каждого субъекта. Наша цель – это создать медиапродукт. Это была идея как раз петербургского дневника – создать путеводитель авторский, выпустить серию передач о путешествии, а также выпустить приложения, и в том числе выходит серия статей в газете. Конечным продуктом экспедиции станет книга «Путеводитель», которая соберёт в себе информацию о самых лучших и интересных достопримечательностях регионов. Наша задача была показать медиа-экспедиции основные наши достопримечательности, культурные, природные, познакомить с историей региона, показать, продемонстрировать какие-то основные наши фишки, которые могут быть интересны туристам. Участники экспедиции планируют создать мобильное приложение, которое будет содержать всю информацию, собранную в ходе путешествий. Также собранные материалы будут использоваться для создания оригинального путеводителя по регионам Серебряного ожерелья. Презентация готового материала пройдёт на очередном форуме Ассоциации СМИ с Северо-Запада. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Владислав Ткачёв. Телеканал «Север». Козье молоко и сыр в массы. Семья Никитиных воплощение силы духа и идиллии с природой в лице сельских тружеников. Продолжают модернизировать своё хозяйство. Единственная в селе Тельвицка ферма развивается, несмотря на различные трудности. О жизни современных фермеров расскажет Катриня Тайбарей. Девочки, хватит есть. К нам гости пришли. Сейчас мы находимся в гостях у семьи Никитиных. На сегодняшний день это единственная ферма в селе Тельвицка. Несмотря на все трудности ведения хозяйства, дело растёт и развивается. И эти замечательные козочки дают отличное гипоаллергенное молоко. В современном мире сегодня всё реже можно встретить семью фермеров. Никитины с гордостью занимаются своим хозяйством и развивают ферму. Вообще всё начиналось с малых желаний, чтобы у наших детей было натуральное молоко. И всё начиналось всё с двух коз. Только для себя, без всяких коммерческих целей. Соответственно, у нас появилось дома молоко, люди стали спрашивать. Типичное утро начинается с завтрака. Далее по списку. Дойка, кормёжка коз, кур и коров. Розлив свежего молока по ёмкостям для продажи. Я эту козу сдаю. И мы перельём в трёхлитровую банку. Вот талон трёхлитровой банки есть. И посмотрим, сколько даёт коза за один раз, за один удой. Как мы видим, удой хороший. Даже не вместился в одну банку. Но на этом дела не заканчиваются. Корма для животных Никитины готовят сами. Косят и собирают сено, утрамбовывают в тюки. Есть какие-то перерывы, где именно работает трактор наш, и не нужны наши руки. Мы собираем веники, потому что козам обязательно нужны грубые корма, такие, как, допустим, веники. Одна из важнейших составляющих в содержании животных – уделять внимание и ласку. Ведь от эмоционального состояния коз зависит качество удоя. Надо, чтобы они были приручены и слушались хозяев. Обязательно время уделять на эти ласки, на общение с животными. Это одно из необходимых условий. Активной фермерской деятельностью Никитины начали заниматься с 2016 года. Тогда приобрели крупный рогатый скот. В то время в приоритете были коровы. Но со временем все изменилось, и ставку сделали именно на коз. Изначальная точка, вот крайняя точка была коз. Откуда я договорилась, откуда мы приобретали, это был Киров. С Кирова довезли до Сыктывкара. С Сыктывкара довезли до Щелиюра. С Щелиюра привезли, от Славик Шевелев привез до Наринмара, до Тельвицки. Хозяйство развивается, соответственно растет и нагрузка, физическая и финансовая. Единственная поддержка от государства на данный момент – это дотации судоя, которая составляет 70 рублей за литр. У нас на сегодняшний день, какой мы мерой поддержки пользуемся, это дотация по литражу молока. Другими мерами поддержки у нас пока нет возможности воспользоваться. В 2016 году Клавдия Никитина выиграла грант в размере 500 тысяч рублей. Одним из основных условий реализации гранта было наем рабочего на официальной основе. В связи с определенными обстоятельствами сделать этого не удалось. Поэтому хозяйка была вынуждена вернуть средства в полном объеме, что поставило ферму в крайне затруднительное положение. Но, тем не менее, финансовое положение налаживается, появляются новые возможности и цели. Мечтаю, чтобы дали в Телеске арктический гектар. Наконец-то хочется дождаться решения кадастровой палаты. И в итоге на сегодняшний день я до сих пор не знаю ответа, будет ли у нас земельный участок. Просьба к администрации сельского совета, чтобы они обратились в кадастровую палату, для того, чтобы фермерам выделили земельные участки. Почему именно козье молоко? Оно гипоаллергенное, по вкусовым качествам не уступает другим видам молока, натуральное и питательное. А еще безопасное, ведь фермеры тщательно подходят к обработке сырья. Мы подоили молоко. Оно на данный момент является парным. Должны мы его охладить. У нас есть быстрая система охлаждения. Охладили, процедили и потом только на реализацию. И еще, обязательно мы должны предупреждать своих покупателей о том, что желательно цельное молоко прокипятить. Впрочем, на одном молоке фермеры решили не останавливаться. У нас есть сыроварня. Мы сыроварню купили. Она объемом 30 литров. Выход продукта полутвердого сыра 1,5 килограмма, мягкого 2 килограмма, но твердого там где-то грамм 800 будет. Это просто пробный эксперимент, можно сказать. Это начало-начал. Возможно, из этого потом, когда-то получится. Ну, сразу говорю, не в этом году. Как успеть все? Ведь в хозяйстве живые существа, которые требуют постоянного внимания и ухода. Тем не менее, Клавдия отлично справляется. Успевает работать и воспитателем в детском саду. Иногда получается совмещать работу, ребятишек знакомить с тем, что у нас имеется на подворье. Тема даже есть определенная, допустим, домашние животные в разных возрастных группах. И вот мы осенью как раз приурочиваем такие экскурсии детского сада на нашу фирмочку. Нет никаких секретов. Просто работаем с утра, дуночь, а потом падаем. Все, никакого секрета нет. Где брать силы и вдохновения? Ведь дел – непочатый край. Нельзя позволить себе выходных праздников. Жена придает силы и вдохновение. Больше что. Опыт предыдущих поколений, грубо говоря, вот у наших предков же, получается, вот у меня вся семья фактически, ну что, крестьяне. У жены вся семья крестьяне, грубо говоря. Любовь к делу, забота о родных и желание передать навыки дальнейшим поколениям. Вот основополагающие успеха семьи Никитиных. Катрина Тайбареев, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.